Моя страница. Все, даже нечаянные речевые ошибки. И в то же время он снисходителен, говоря, что современная молодежь недополучает образование. С удовольствием отмечая при этом, что многие молодые люди восполняют пробелы в знаниях, приходя на его концерты. Но не только собственными концертами Задорнов призывает обратить внимание на проблемы в российском образовании. За собственный счет он открыл общедоступную и бесплатную библиотеку. Представил общественности памятник няне Александра Сергеевича Пушкина. Снимает фильмы об истоках нашей культуры и истории. Пишет книги. С возрастом очень много интересного узнал для себя. И мне захотелось этими знаниями поделиться с людьми. А есть такая шуточная теория эгоизма. Она вообще не шуточная, она настоящая, истинная. Вот есть низшая степень эгоизма. Если ты все себе, себе, себе. Это на уровне животного. А есть высшая степень эгоизма. Это другим, другим, другим. И такое удовольствие получаешь. Вот я, чтобы радостно жить, вот только начну грустнять чуть. Сделаю что-нибудь хорошее. И так хорошо, что для другого что-то сделаю. А рецепт счастья от Михаила Задорнова очень прост и доступен абсолютно каждому, независимо от количества содержимого в кошельках. Прислушайтесь. Соучаствуй в жизни другого, и ты будешь счастлив. Это так просто. А соучастие – это по частям собрать себя. Когда люди гламурятся, модняются, себе, 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 они по частям разделяются. Собери себя по частям. Я почему так про русский язык очень радею за русский язык? Потому что каждое слово – это как бутон. Хоп, раскрылось, и знаешь, что надо делать? Вот, например, целую. В целое соединяется мужская и женская энергия. Составляется по частям. И поэтому я очень радуюсь, когда меня слышат молодые люди. Я имею право учить. Я живу хорошо. Это значит, что я зарабатываю больше, чем мне надо. Не потому, что я много зарабатываю, а потому, что мне мало надо. Слово «богатый» от слова «бог». Боишь ценить Бога – будешь богатым. Боишь в себе чувствовать Бога – будешь богатым. И я имею право учить. Молодежь, вот если я не говорю на сцене про историю нашу, или про слова не раскрываю. Вы знаете, приходят за кулисы молодые, у которых образования недостаточно. Но спрашивают, а почему вы сегодня не говорили про историю? Вот интересно. То есть их цепляет то, что я говорю. Им хочется жить в правде. Им так осточертели их родители, которые копят золото. Которые… Вот в Москве многие антиквариат скопили. Молодые чувствуют, что это вранье. Но где не вранье, они не знают. И так как у них нет образования, они идут ко мне, потому что они знают, что я им с любовью буду говорить, почему они придурки. И когда я говорю об этом, вот вы сейчас улыбнулись, зал смеется. Молодые смеются. Они чувствуют, что я без ненависти. Они знают, что они придурки. Но они не знают, почему они придурки. И они идут ко мне. У меня моложе зал, чем у Стаса Михайлова. Ну, у того вообще-то не максимальные тетки. А эти, у Киркорова строзанутый зал же, причем мозги строзанутые. А у меня очень хороший зал. Впереди сидят те, кто пришли престижно себя показать. А там дальше классные молодые люди сидят. До 30 лет 70% зала. Потрясающе. Они идут за вкусно приготовленной правдой. Теперь вы, телезрители, можете представить, как интересно нам было на этом интервью. Мы получали знания буквально с каждым сказанным задорновым словом. Михаил Николаевич исповедует нетрадиционные, альтернативные взгляды на историю. Но и это заслуживает особого внимания. Татары и русские из одного корня, могу я им сказать. Мы из одного арийского корня. И слово «тата» в то условие «татарин» упаковано «арий». И когда сегодня из единого учебника истории администрация Путина и с подачи ученых, трезвых ученых, историков, убрали слово «ига», я приветствую, потому что это была «орда». А «орда», внимание, от какого слова? «Ряд», «вряд», «порядок» отсюда. «Порядок» и «орда» из одного корня. У русских «порядок», а у «орды» «орда». И отсюда немецкое «ордунг», и отсюда «одер», «ордер» пишется, английское. Это все арийское происхождение слов. Говорят, татары – кочевники. Нет, татары – земледельцы. И поэтому их кухня земледельческая. Кумыс – не их народная еда. Татары те того времени, они были язычниками в то время. Язычники признавали всех богов. Поэтому церкви они не разрушали. Они просто сказали, как Сталин сказал, а ну дружить. И все Советский Союз дружил. Так и сказали эти, а ну дружить. Поэтому Александр Невский им сказал, говорят, Александр Невский – предатель. Он не предатель. Он понимал, что Русь надо сохранить. И поэтому он подружился с «ордой». И «орда» поддержала его в борьбе против крестоносцев. Задорнов продолжает заниматься неакадемическими исследованиями славянства. Вот уже много лет Михаил Николаевич изменяет сатири с историей. Его увлечение отнюдь не поверхностно. Он участвовал в археологических раскопках в Суздале, в Воронежских Костенках, Екатеринбургском Первурале, под Владимиром и в раскопках одной из величайших археологических загадок современности – Аркаиме. После чего снял нашумевший фильм «Аркаим. Стоящий у солнца». Аркаим – это место переселения ариев, откуда они шли в Ведическую Индию. А только что я приехал из Вологды и заснял те места, откуда они вышли. На Вологде до сих пор несколько речек с названием Ганг, с названием Инд, а Индигирка на Таймыре. Это был все север, в котором созрело белое арийское человечество. Потому что держи голову в холоде, ноги в тепле. Так вот, именно в холоде созревает мысль, созревает мозг. Мозг густой в холоде, а кровь жидкая. А на юге кровь густая, а мозг жидкий. Поэтому мы приезжаем отдыхать на юге и тупеем за одну неделю. Совершенно справедливо. Человечество не могло разумно созреть на юге. Там нет припосылок для этого. И сегодня я... Что Аркаим? Аркаим, извините, 2,5 тысячи лет до нашей эры. Но Аркаим интересен тем, что он показывает, насколько на нашей территории было более высокоразвитые люди, нежели в Греции. Ученые говорят, что в каждом доме выплавлялась медь. Медь, нормальная деревня. А у греков позже на 500 лет медь появилась. А мы считаем, что медный век образовался, потому что дарийцы пришли в Грецию и принесли медь. Дарийцы пришли с севера. И до сих пор дарийцы и арийцы звучит-то одинаково. В Индию пришли с севера, в Иран пришли с севера, шумеры пришли с севера, в Египет пришли династия первая фараонов, обосновавшиеся с севера. Этрусские пришли с севера, везде пришли с севера, а народа на севере не было. Откуда такое гнездо, ребят? Ни один ученый не может на этот вопрос ответить. За почти двухчасовое интервью мы получили столько знаний, сколько не успели усвоить зашкольную и вузовскую программу. Быть может, дело в интересном рассказчике, которого хочется слушать и слушать. Кстати, выступление Михаила Задорного, которому всегда есть что сказать, длилось около четырех часов. После его концерта «Трудно жить легко» все зрители ушли вдоволь, насмеявшись над собой и получившие огромную дозу образования. «Женщина продает пирожки. Смотрю на витрину. Я не знаю, что с вами будет. Первый ценник – пирожок с картошкой 8 рублей. Другой ценник – пирожок с картофелем 12. Как я мог мимо этого пройти? Я к ней. Говорю, почему пирожок с картофелем дороже, чем пирожок с картофелем? Это выхох, а она говорит, потому что он с капустой. А персонально для тех, кому не повезло побывать на концерте и успеть на начало этого сюжета, наш самый неслушный гость Михаил Задорнов оставил. Я живу хорошо, вот честно скажу. Вот дай бог каждому так прожить, поэтому у меня очень много советов, как и вам, так же жить. Читайте мои блоги во всех сетях и во всех порталах. И каждый раз, когда вы прочитаете, помните, я вам в это время подмигнул и зарядил вас правильной, зарядил правильной энергией, что означает у нас «Ура!».